Экономить в сложные времена можно и должно, но только не на детях. Ежемесячно представители столичной администрации и родительского сообщества устраивают проверки в школьных столовых. Сколько граммов в одной порции, вкусные ли котлеты и присутствуют ли в меню фрукты, узнали и наши корреспонденты. Учение сытому, утехо, голодному помеха, так говорили еще в давние времена. Поэтому школьному питанию особое внимание. В обед обязательно входят витаминные салаты, суп второй, сладкие фрукты или булки. Убедиться в том, что еда действительно качественная и вкусная могут и родители. Мы приходим с родительским комитетом, иногда мы приходим поодиночке, на кухню смотрим, как, что здесь. Берем порции, проверяем меню, смотрим по весу, смотрим, как ухаживают за нашими детьми и ведем дневник. Потом на родительских собраниях мы уже отчитываемся перед всеми родителями. Я весь год этим занимаюсь, пока никаких нареканий не было. Конечно, к подобным проверкам можно подготовиться, но родители устраивают и внеплановые визиты, да и дети едят в столовой каждый день, и изменения бы заметили. А расскажите, как вам еда в столовой? Вкусно. А сегодня еда отличается или как всегда вкусно? Всегда. Питание в школах должно оставаться вкусным и здоровым, независимо от экономических условий. Но из-за повышения цены на продукты выросла и цена комплексных обедов примерно на 15% в сумме около 9 рублей. Сегодня, если ребенок жалуется на питание, то, безусловно, реакция происходит более оперативно. То есть, непосредственно уже не чиновники приходят с проверкой, а сами родители пробуют. И если есть действительно, скажем так, нарушение в нормах выхода, в качестве питания или пищи просто является невкусной, здесь уже от родителей исходят жалобы. Родители следили за питанием детей раньше, но с января этого года народные контроли устраивают проверки официально каждый месяц. Жалоб в администрацию города пока не поступало. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.